Сегодня исполняется 10 лет с момента создания Министерства туризма и курортов Карачаева-Черкесии. Республика обладает большим потенциалом для развития туризма. Уникальность и разнообразие ландшафта пообеспечивает все его типы. Оздоровительный, познавательный, спортивный. Перспективными являются активные виды туризма, причем крупный круглый год. Лыжный, конный, водный, пеший и альпинизм. Сегодня в Доме правительства награды получили те, кто вносит большой вклад в привлечение тысячи туристов в известные курорты и обеспечивает им комфорт и безопасность. Подробности у Али Баташева. Спасатели, директора гостиниц и туристических комплексов, экскурсоводы, работники музеев и сферы обслуживания, авторы книг, представители Министерства и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций и многие другие. Каждый приглашаемый для вручения награды внес свой вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди наград – почетные грамоты Президиума Народного собрания Карачаева-Черкесии, а также ведомственные грамоты и благодарственные письма. Я желаю всем присутствующим, конечно же, здоровья, удачи, особенно для сферы туризма. Я желаю высокого сезона, чтобы у вас хватило здоровья, выдержать этот сезон и предоставить услуги, которые требуют наши отдыхающие. За популяризацию туризма и индустрии гостеприимства оперативное информационное освещение туристической отрасли Карачаева-Черкесии благодарственное письмо получила и наша телерадиокомпания в лице директора Светланы Козьевы. Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития региона нашего. Мы с вами видим результаты, какие туризм развивается активно, турпоток растет, увеличится доля валово-оригионального продукта, налоги, создаются рабочие места, что самое главное на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Архы стал лидером по туристическому потоку среди курортов СКФО. В этом году курорт отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей с момента его открытия достигло трех миллионов человек. На курорте Дамбай в 2023 году планируют построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью 17 километров. Их планируют открыть уже к 2024 году. Кроме того, планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Министерство открыто для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии туризма и повышении качества оказываемых услуг. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.